Скорая шестой. Здравствуйте. А что случилось? Что-нибудь принимали сегодня от давления? Алло, скорая слушает. Эффекта нету, да? Ваш адрес записан 1443. Ожидайте. Последние дни такие звонки в диспетчерскую скорой помощи увеличились в разы. Погода, говорят медики, играет злую шутку с метеозависимыми. От таких частых перепадов температуры, которые наблюдаются в крае, страдают люди не только пожилого возраста, но и молодое поколение. Им тоже приходится не сладко. За последние дни от 450 до 500 обращений за сутки. В таких случаях рекомендуют выпить таблетку цитрамона, которая у каждого обычно дома есть. Это препарат, содержащий кофеин, что будет способствовать повышению давления. Естественно, если кофе человек не переносит, то воздержаться от приема. Ну, или можно в бытовых условиях выпить крепкого чая или кофе. А если, наоборот, давление повышенное, как его понизить? Ну, не медикаментозными средствами это навряд ли можно сделать. То есть здесь только прием препаратов. Не знаю, чем лечиться, как лечиться. Вот и девочки мои. Более 20 лет Зинаида Экзомовна страдает от капризов погоды. Как снег, дождь, метель или внезапное потепление. Давление зашкаливает. 190 на 90, жалуется женщина. В последние дни это ее привычное состояние. Ни таблетки, ни народные средства не помогают. Ждет лишь одного, когда погода устаканится. Глова крутится, в глазах как будто песок насыпали. Вот так вот бывает. А когда падает давление, тоже начинает голова болеть. Вот так же, да, вот и крутится голова, все. Синоптики, в свою очередь, заверили. К концу недели наступит долгожданная весна. Столбики термометров поднимутся до 23 градусов тепла. Что касается резких изменений погоды, которые мы наблюдаем на Ставрополе в последние дни, Это связано с активной деятельностью циклона, который из Западной Европы переместился на территорию края. С 3 апреля погода начнет стабильно налаживаться. Осадки на предстоящей неделе маловероятны. И температура воздуха будет повышаться день от дня. Елена Лазарева, Юрий Корниенко, Информбюро.